Я вообще был жутко подавленный эти три года. После развода это было у меня три года ада. Это правда, что у тебя был сердечный приступ? Да там много что было. У тебя столько хита пережил за свое время. Но я человек достаточно традиционного воспитания. Я же не говорю, что женщина не должна работать, столько сидеть дома и вышивать. Если первая свадьба у меня была такая тихая и спокойная, то вторую я решил жахнуть так жахнуть. Покажи, покажи еще раз. Ну? Давай немножко добавим огня этому интервью. Вы познакомились, когда ты еще был женат? Ну да. На самом деле женщина очень сильно влияет на мужчину. Может прилететь и по зубам, если что. Люди следили за своим разговором. Ты хотел сказать за базаром. Ну, ребятки, вы, по-моему, тут заплыли куда-то не туда. Вот это я понимаю. Это мужик. Но будут и те, которые скажут, блин, он в каком-то средневековье застрял. Мне плевать на ваше мнение. Паш, как тебе кажется, твоя настоящая большая слава началась все-таки с мажора? Нет, не с мажора. На игре? На игре, наверное, да. Тогда «Контра» действительно была очень популярна. И эта тема многим была близка. И поэтому среди молодежи, там, пацанов, слава была огромная. Да и нам самим было сниматься в этом проекте в одно удовольствие. Первый российский экшен, фэнтези-экшен. И сценарий, и актерский состав. И, в принципе, то, что там было сделано, даже сейчас я сыну показывал, смотрю, блин, думаю, неплохо смотрится все, и графика нормальная, и даже для нынешнего времени. Тем не менее, вот ты рассказывал в одном из интервью, что когда ты снялся на игре, ты еще даже таксовал, еще не было каких-то больших денег. Ну, это была еще не жизнь прям вот звезды-звезды. Вот сейчас ты в обойме, наверное, самых известных актеров в твоем возрасте, в твоей категории. Большая слава, когда ты уже в пуле вот прям самых топовых актеров, это уже все-таки, наверное... Закрытая школа. Закрытая школа. Все-таки до мажора все не дойдем никак. Потом уже был мажор. Закрытая школа, да, была одна из самых популярных. Нас тогда разрывали на стадионах. Мы ездили по разным городам, и были выступления на стадионах. Собрались полные стадионы людей, детей, естественно. Я помню, что мы шли через коридор охраны, такой стоящий ОМОНовцы, и дети просто вырывали от нас хоть частичку, пролезали через это, частичку хоть оторвать себе. Вот это было, конечно. Вот тогда я себя почувствовал рок-звездой какой-то. Сейчас нет, сейчас я спокойно в режиме существую достаточно. А как вот эти стадии проходят, когда актер только начинает свой путь? Он наверняка об этом мечтает. Вот испытать этот момент. Не все же актеры доходят до вот этой сумасшедшей популярности. Потом в какой-то момент вот это случается, эйфория. Потом наверняка это даже немножко угнетать начинает. Я никогда не мечтал быть популярным, если честно. Для меня это не было сутью, никогда не было важного. Вот нисколечки не кривлю душой. Это действительно так и есть. Мне нравится моя работа, я ее делаю. Я много учился в разных институтах. И я делаю это ради удовольствия личного своего. И сейчас, конечно, приходится вести эти инстаграмы и все остальное. И то я стараюсь минимально в этом залазить, потому что я вообще противник всей этой семьи, короче. Вообще в актеры может пойти не амбициозный, не тщеславный человек? Ведь в большинстве своем все-таки это люди, которые довольно тщеславные. В основном в своем, да, наверное. Я встречал много очень артистов. Они и есть такие, да. Но не твоя эта история. Да, я не по этой этой истории. Я немножко по-другому пошел. Для меня был идеалом. Это Виталий Коваленко есть такой артист. Он сейчас в Питерске, а раньше он работал в Красном факеле в Домосибирске. И я ходил на его спектакли, и он творил какие-то сумасшедшие вещи. Последний спектакль, который я видел с ним, это Роберто Зука. И он на сцене был совершенно одним человеком. А когда он выходил, в таком капюшоне его вообще невозможно было узнать. Что этот человек играл сейчас. И он спокойно жил своей жизнью, абсолютно никуда нет. Вот для меня он был каким-то таким вот человеком, за которого я пошел. Типа, как это круто, когда он такие дает эмоции там на сцене и в жизни, и вообще нам не волнует. То есть мне вот это интересно было, а не слава. Ну, когда она у тебя все-таки случилась? Вот когда она в твоей жизни произошла, эта слава? Ничего хорошего я там не нашел. Потому что ты никуда, ты не выйдешь толком. Ничего ты не сделаешь там, ну, то есть у тебя появляется очень... Много ограничений. Много ограничений по этому поводу. И как бы, ну, где-то есть свои плюсы. Но в основном это бремя, которое ты тянешь. Ну, то есть не расслабиться. Каждое твое действие, это месседж. Ну, рассматривается, да, с людьми. И как бы не всегда правильно рассматривается, я так скажу. Ты говоришь о том, что Инстаграм приходится вести. Так бы ты этого, может быть, и не делал. Или, там, может быть, детей бы выкладывал, да. Просто как свой какой-то личный дневник. Ну, приходится какие-то вот моменты объяснять. Это, в первую очередь, с чем связано? Что СМИ транслируют все в своем ключе, и не всегда им нужна правда, нужен какой-то громкий вынос? Да, в основном это делается все из заголовка. Какого-нибудь позорного, поганенького такого, и очень некрасивого, как всегда. Ну, просто я столько хейты пережил за свое время. Жуть какая-то. Мало читаю вообще, в принципе, мало в интернете сижу. Но все равно что-то там, да, попадается ради какого-то заголовка, ради просмотров, потому что им, собственно, получают, они получают за рекламу на своих сайтах. Вот, они человека готовы обосрать и унизить, как бы, ну, хорошо ли это? Ну, вряд ли. А ты подписан на какие-нибудь Телеграм-каналы? Сейчас же в Телеграме в основном вся инсайдерская информация. У меня есть Телеграм-канал тоже, но я ни на кого не подписан. То есть ты просто ведешь, а сам не в повестке не читаешь, что пишут? Нет. А как тебе кажется вообще в наше время, возможно ли, безусловно, доверять какой-то информации? Любой. Я думаю, нет. Я думаю, невозможно. Потому что всегда выставят так, как это будет выгодно. За каждым месседжем в наше время все-таки стоят чьи-то интересы. Абсолютно. Про мажор. Это вообще, конечно, абсолютно уникальная история. На данный момент это самый коммерчески успешный российский сериал. Мало того, что он побил в свое время все рекорды, какие-то сумасшедшие доли были на Первом канале, потом в рейтинге Кинопоиска в Топ-20 на первом месте перед Гарри Поттером. Это вообще невозможно. Было раньше представить. 2 июля вышла новая история. Все посмотрят на Кинопоиски. В сентябре это выходит еще снова на Первый канал. И, скорее всего, это опять будут сумасшедшие цифры. Даже шутят многие, что сейчас мажором реанимируют упавшие рейтинги телека. Как тебе кажется, с чем связан такой огромный успех? Потому что если пересказать этот сюжет, ну, такая тривиальная абсолютно история. Довольно хороший, честный актерский состав. Здесь история команды. Отбираются очень хорошие операторы всегда. Ребята, им интересно сделать что-то хорошее и не обосраться. Потому что они знают, что есть определенный уровень у сериала. Мне, например, Паша Деревянко говорил на интервью. Он говорит, я никогда не могу понять, что выстрелит, что нет, потому что все решает монтаж в итоге. Порой вообще ничего не ждал. А на монтаже ты смотришь и думаешь, ну, как собрали, круто, как получилось. 90% зависит от монтажа, действительно. Можно угробить проект. Но я четко понимаю, когда получится не очень. А вот как ты это чувствуешь, что химии нет между людьми? Как минимум сценарий не очень хороший. Когда ты читаешь и понимаешь, что, ну, ребятки, вы, по-моему, тут заплыли куда-то не туда. Все так запутали, что и зритель будет запутан. Должно все быть максимально естественно и понятно. Я немного запуталась. Вот этот четвертый сезон «Мажора», который вышел сейчас на «Кинопоиске». То есть получается, что сначала этот сериал и потом полнометражный фильм как его продолжение. Да, это прямое продолжение. Поэтому и будет интересно зрителю, который посмотрел сериал, глянуть полный метр «Мажора». Но, с другой стороны, если не видеть сериал, а посмотреть только фильм, то ты тоже получишь дикое удовольствие, потому что там объясняется. И это в двух словах расскажу. Это история двух отцов. Двух отцов и ребенка. То есть если человек не знает вообще никакой предыстории, у него все равно будет идея. Да, если он просто посмотрит, у него все сложится, и там довольно прикольно. Про рынок шкур. То есть это такая интересная история, такой сутенер с человеческим лицом. Как тебе кажется, вообще возможно ли такое? Бывают ли люди вот таких не очень, хотел сказать, стремных, ну, давай так и скажем, стремных профессий, хорошими людьми? Абсолютно согласен, что может. Потому что мы специально взяли такого персонажа, вместе с Аликом придумали. Это бывший сотрудник органов. Он ненавидит этих олигархов, но он делает свою работу на 100 баллов всегда. И любой каприз их он делает явью, все, что они захотят. И это, конечно, интересно. Потому что моего героя, его зовут, ну, типа, кличка Мэйджика, ну, типа, волшебный. Вот, все, что, ну, человек, который делает невозможное, возможно. Вот, и любой даже самый, самый яркий каприз там олигархов он выполняет. Но в то же время он не относится к женщинам как к мясу. У него все равно есть душа, и он все равно за них болеет. Он пытается, чтобы, чтобы все у них хорошо. И в то же время он попадает в очень жесткую ситуацию. Судьба его дочины начинает идти по этих, по стопам того, чем он занимается. И вот как он с этим борется, и как он, вообще его это жизнь. Ну, в общем, интересный проект. Интересный. Это, наверное, будет один из самых ярких проектов. Сейчас меняются вообще какие-то этические нормы и установки, что есть добро, что есть зло. Вот, то есть раньше было абсолютно очевидно. Вот человек такой профессии, да, сутенер, но он не может быть хорошим человеком. Вот ты считаешь, что может. И наоборот, это может быть человек, я не знаю, может работать в каком-то благотворительном фонде. А в жизни... Ну, в принципе, профессия, она какая? Она древнейшая профессия, ну, если так уж. Женщины из по коем веков зарабатывали этим деньги, определенные женщины. Но, вероятно, не просто так. Потому что это действительно покупается. На каждый спрос раздает предложение. Вот и все. Вообще существуют ли однозначно хорошие и однозначно плохие люди? Не существует. В каждом человеке есть и свое говнецо. В каждом абсолютно. Я это уверен. Просто где-то больше, где-то меньше. Скоро новый учебный год. Для кого-то он будет первым, для кого-то очередным, для кого-то решающим. Ведь именно от результатов этого года будет зависеть дальнейшее образование. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – просто хорошие годовые оценки. Ко всему нужно готовиться. И я желаю всем детям и родителям достигнуть поставленных целей. Если вы чувствуете, что вашему ребенку не хватает ресурсов для того, чтобы этих целей достичь, рекомендую вам сервис Тетрика. Это онлайн-школа с собственной интерактивной платформой и индивидуальными занятиями, которые проводят исключительно опытные преподаватели-эксперты. Они помогут снять с родителей ответственность за учебу и освободят для них время. При этом точно приведут детей к необходимым результатам. Тетрика – это занятие с репетиторами по всем школьным предметам с 1 по 11 класс. 1. Подготовка к сдаче государственных экзаменов и тестов, таких как ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, подготовка к начальной школе, помощь в том, чтобы подтянуть оценки или углубиться в предмет до олимпиадного уровня. Ваш ребенок в надежных руках. Преподаватели Тетрики – квалифицированные специалисты с высшим образованием и опытом работы более 5 лет, являются составителями олимпиадных заданий и государственных экзаменов, преподают в престижных вузах, обладают ученой степенью и сертификатами. Многие преподаватели – действующие эксперты ЕГЭ и ОГЭ, так что можете не сомневаться, что здесь ваш ребенок попадет на качественные занятия, которые приведут его к достижению всех поставленных целей. Обучение в Тетрике подходит для всех возрастов. Они помогут как дошкольникам, так и старшеклассникам. Уверена, что такой сервис действительно поможет ко всему подготовиться и разгрузит нас, родителей, что, будем честны, не менее важно. К тому же по промокоду СТРЕЛЕЦ вы получите 2 урока при первой покупке любого пакета от 10 уроков. Так что пользуйтесь. Вся информация и ссылка будут в описании. Хорошего учебного года! Сейчас у нас даже самого белого ангела путем СМИ и путем определенных манипуляций можно в такое превратить черное создание, что ты даже не поймешь, что это так и есть. И все будут верить в то, что действительно это ужаснейшее чудовище. Человек будет с этим жить. Ну, пускай. Ну, мне всегда было... Я немножко совру, если мне неинтересно мнение других. Мне интересно. Мне интересно мнение близких людей. Ну, то есть, что они думают обо мне. А вот остальное общественности мне мало волнует. Настолько сейчас деградирует общество. Каждый думает, что он знает, что есть добро, что есть зло. Что есть правда, что есть неправда. Нужно жить своей жизнью, в своей семье, в своих понятиях. Не нужно абсолютно всем пихать свое отношение к тому или иному. Ну, как бы, зачем? Тебе близко, ну, живи так. Проявление толерантности, это чтобы люди... Каждый живет своей жизнью, не трогает другого. И не навязывает свои представления о счастье, добре и зле. Абсолютно так. Мне кажется, только так и нужно. Я читала мнение одного кинокритика. Мне показалось, что это интересная мысль. Она пишет о том, что, во-первых, история с преображениями, она всегда работает. То есть там же история, о чем, если мы пересказываем, да, главный герой, мажор, представитель золотой молодежи, тусовщик. В какой-то момент там попадает, его отец насильно определяет в отделение полиции. И он происходит в преображении, он становится мужчиной, доблестным полицейским. Но то, как это происходит, людям же интересно всегда смотреть, вот как история про Золушку, да, про красотку даже. Ну, то есть все фильмы про преображение, они, как правило, если это плюс-минус талантливо снято, это всегда, всегда интересно. Талантовые ребята, которые, я думаю, что очень скоро откроют свой продакшн и будут делать очень крутые продукты. На них держится весь костяк хороших фильмов у Александра Цикала. Он замечательный человек, он профессионал большое своего дела. Значит, он как менеджер собрал правильных людей. Конечно, конечно. Он знает, какой надо подобрать состав, чтобы было все круто. А вот, поэтому... А это правда, что с тобой работал каскадер, который работал с Джонни Деппом в «Пиратах Карибского моря»? Да, «Соколов». Да, на первом мажоре. Ну, это тоже уровень, слушай, это крутая история. То есть тебя натаскивал каскадер, а трюки ты выполнял сам, насколько я понимаю. Да, ну, у нас очень многие каскадеры работают в Америке на крутых фильмах. И операторы тоже многие работают в Америке. Как бы здесь, ну, я не вижу какой-то... Но, в принципе, у нас неплохие фильмы в Америке, мировой охват, поэтому, собственно, бюджеты и выше, и интереснее, и все остальное. Для наших бюджетов то, что делают в кино, это круто, я считаю. Были бы они выше, и были бы команды немножко попрофессиональней. Продюсеры бы не тырили сразу бы деньги изначально. Может быть, было бы и лучше все. Тимур Бекмобедов, опять же, он работает и там, и там. Делают очень неплохие фильмы. То, что он там последний сейчас снял, Девятаев, я не могу сказать, что это чем-то хуже, чем какой-то американский проект. И по графике, и по всему, и по актерской игре. Даже гораздо лучше каких-то военных американских фильмов, мне кажется. То, что у нас хуже, ну, определенные проекты, да. Ну, и в Америке есть такое говнище, которое вообще смотреть невозможно. Выходит, может, господи, зачем, что это такое, еще хочется поливаться. Не знаю, сейчас мы вышли на достаточно неплохой уровень. Посмотрим, что будет дальше. У нас есть очень хорошие сериалы. С Пашкой Деревянкой я смотрел тоже очень, ну, прям достойные вещи. Домашний арест неплохой. Мне очень понравился беспринципный. Очень, очень прикольный. Мажор фильм выйдет. Фильм полнометражный. Да, полнометражный. И это, я хочу вам сказать, наверное, один из самых крутейших фильмов, которые я снимался, в принципе, в моей истории. Это, правда, будет очень круто. Я сейчас смотрел уже его полностью. Молодой режиссер, это первый его полный метр до этого. Снимал сериалы. Ну, настолько он это сделал, потрясающе, грамотно. Что насчет американских фильмов, так вот он действительно, наверное, станет на одной из ступеньков рядом с американскими фильмами. Потому что и трогательно, и смешно. Я четыре раза плакал даже, несмотря на то, что я человек достаточно, мне сложно как-то подвинуть психически, когда я смотрю кино. Но это дико трогательно, дико смешно в каких-то моментах прям. И вот я вот от души советую его глянуть. Это будет прям бомба. Про нашу киноиндустрию, которая сейчас... Мы сейчас в таком особым находимся положении, когда в первую очередь, наверное, одна из тех индустрий, которая пострадала больше всего, это вот индустрия кинотеатров. Кинотеатры не выживают на одном российском. Что ты думаешь нас ждет в ближайшем будущем? Ну, я надеюсь, что будут развивать киноиндустрию нашу. Нужен контент, хороший контент, которого не хватает. Если будут складываться и дорогу, опять же, молодым каким-то кинопродакшном. Потому что все равно сейчас уже современные ребята, мне кажется, немножко по-другому все это видят. Надо уже менять и продюсеров молодых, и режиссеров, и операторов. И доверять им чуть-чуть побольше денег, и тогда это будет очень круто. Потому что они делают из простого, прям я тут работал с пацанами тоже. Парень просто снимает там на Марк 2, выдает такую картинку, что я с ума схожу. И он делает тремя приборами, и ты понимаешь, что вот, тебе пять минут, и все готово. А наши взрослые, уважаемые операторы, бесконечное уважение, и все остальное, ну, а не им надо на эту картинку, там, час. Ну, вот тебе экономия времени. Они не хотят учиться у молодых, а молодым не дают пока времени и денег, чтобы реализовать себя. Ну, ничего, я думаю, наше время придет. Одна из самых весомых причин успеха мажора, это вот эта твоя особая харизма. Вот в английском языке есть классное слово сексапил, то, из-за чего мужчина в основном нравится женщина. Харизма, которая отзывается у большинства женщин. Твое осознание своей привлекательности для женщины, оно когда у тебя появилось до большой славы? Я себя не считаю особо привлекательным. У тебя, мне кажется, все образы в кино вокруг этого как-то и строятся. В кино, в кино, в жизни немножко все равно я по-другому. Я человек домашний, всегда был, в принципе. Я такой за семейные ценности и все остальное, я не особо, не пользуюсь им, это не очень интересно. Слушай, ну, в сети есть столько историй про разбитые сердца, даже голливудская звезда Ники Рид. Ну, я там был не виноват, что у нее разбилось сердце. Легенда гласит, что она сама подошла к тебе и пригласила тебя на свидание? Долго, да, за мной бегал, я учился в Амхате еще. Я не понимал английский, вообще не знал. И смысла не было учить, потому что я никогда не собирался, ну, как мне не нужно нам было. Я думал, зачем мне учить по-английски, чтобы что? Ну, я учась у себя в Бердске. И она ходила за мной, что-то по-английски щебетала. Я говорю, что ты хочешь от меня? А что она делала в России? Она приехала, у нее подруга, там есть курсы по обмену. Они приехали с Аликом Болдуином, привезли фильм первое время «Мини-Мини Ферстайн». И она приехала к подруге посмотреть, типа, показы театральные какие-то. Ну, это увидела меня, и ей понравилось все очень. Она захотела остановить и подружиться. Я с ней дружить как бы не хотел, потому что я английский не знал. Ну, и что делать-то не до этого было. Я приехал в Москву работать, а не дружить. Я уже писала в своих соцсетях, что этим летом никак не получается вырваться в полноценный отпуск. Съемки, работа, съемки, семья. Но мой отпуск, наконец, вот-вот случится. Правда, в сегодняшней ситуации с банковскими картами бронировать отели за границей – целый квест. Хотя нет, о чем это я. Есть же приложение One2Trip, в котором можно забронировать отель в любой стране мира и оплатить российскими картами. Именно в приложении One2Trip в одном месте можно забронировать отели и апартаменты по всему миру, купить билеты на самолет, автобусы, поезд, организовать трансфер и даже экскурсии. Это очень удобно. В One2Trip вы можете выбирать до 2 миллионов отелей по всему миру, используя удобные фильтры поиска. А оплатить бронь можно без проблем картами любых российских банков. К тому же при бронировании отеля в течение пяти дней после покупки билетов можно получить скидку до 37%. Но больше всего бонусов вы получите при наличии тревел-карты с большим кэшбэком от One2Trip. Карта оформляется в приложении всего за одну минуту и обслуживается бесплатно, а кэшбэк – до 15% за каждое бронирование. Все полученные бонусы можно потратить на будущие поездки. Сервис One2Trip – это удобно, доступно и выгодно. То, что нужно сейчас. Узнать подробности, скачать приложение, оформить тревел-карту с большим кэшбэком – можно по ссылке в описании. Хороших вам путешествий! В общем, согласился я с ней поехать. Знаете, я пригласил на свидание, ты сказал, мне завтра рано вставать, извини, пожалуйста. Не в первый раз. В неделю, наверное, было у нас такое общение, что я на неделю приходила в общагу. Приходила, так и постояла. Привет, привет, что ты рассказываешь? Я говорю, хорошо. А как вы через Google Translator общались? Нет, у нас ребята знали английский. Я говорю, что она хочет? Я говорю, переведи имя, что она хочет. Вот так и общались. А когда вдвоем оставались, как вы общались? Когда вдвоем, тогда словарик был у меня, русско-английский словарик такой прям большой. Я носил его с собой и вот так вот изучал язык, можно сказать, и, собственно, и разговаривал с ней. Она тебе не предлагала в Голливуд? Да, ну типа, ну что мне там делать? Мне тут хорошо. Никогда у тебя таких амбиций не было? Даже желания такого никогда не возникало. Для меня интереснее сделать так, чтобы Голливуд приглашал к нам, и хотели у нас сниматься. У меня такая мечта, что я занимаюсь этой профессией вообще, и кином, и все остальное. Мне хочется развить до того уровня, чтобы они хотели у нас сниматься. Ну, сейчас уже как бы это все забудем. На время забудем, там кто знает. Мы не знаем, как все развернется. Ваш роман где-то год продолжался, и она даже набила татуировку с твоим именем. А ты говоришь, не осознавал ты свою привлекательность. Ну, я не пользовался никогда этим особо так. Я узнал, что она известная актриса какая-то, наверное, через полгода только общения. У меня учеба была на первом месте, поэтому... Интересная наметилась тенденция. С одной стороны, все-таки в большинстве стран мира все еще сильны вот эти патриархальные ценности консервативные. А с другой стороны, набирает оборот такое движение, как феминизм, новая этика. Ну, феминизм как одно из положений, так скажем, новой этики. Как тебе кажется, насколько это надолго и комфортно ли тебе вот в этих реалиях? Ну, я человек достаточно традиционного воспитания. Такое даже, наверное, азиатско-кавказское немножечко у меня. У людей есть выбор, я его тоже уважаю. Мне ближе все-таки нормальная человеческая история. Ну, вот какая нормальная? В твоем понимании модель, не знаю, семьи? Где мужчина должен как бы быть главным все равно в семье. Но главный в чем? В принятии решений, в зарабатывании денег? Ну, зарабатывание денег, принятие решений, в защите своей семьи. Девочка все равно должна чувствовать себя принцессой. А не то, что она должна идти вперед. Я должна зарабатывать денег. Не должна ты ничего. И зачем тогда нужен мужчина? Для меня это ближе. Ну, у всех есть свое мнение, поэтому в Европе это нормально. Ты не можешь себе представить ситуацию, что, например, твоя женщина больше тебя зарабатывает. Да мне все равно абсолютно, сколько она зарабатывает, моя женщина. Ну, главное, если она это будет выпячивать и говорить, что, типа, да-да, я скажу, ну, хорошо. И что? Ну, зарабатывай. Ну, типа, а смысл какой вообще? Вообще смысл в зарабатывании денег. Ну, кстати, да. Ну, смысл. А какой вот смысл? Для меня это просто комфорт и безопасность. Для меня это получать удовольствие. Получать какие-то новые впечатления. Да, не более чем. Ну, то есть я могу открыть для себя больше какой-то кругозор, там, не знаю, на катере кататься, там, не знаю, какие-то новые для себя открывать впечатления, какие-то новые. Как-то расти внутренне. Но для меня только это. Говорить о том, что я больше зарабатываю, ты меньше зарабатываешь, мне кажется, это уже неправильная история в семье. Если, например, даже женщина не говорит, вот я зарабатываю больше тебя или столько же, сколько ты. Ну, например, вы идете в ресторан, и она предлагает пошарить счет. Тебе комфортно будет? Ну, ни в коем случае. Нет. Ну, то есть, ну, понятное дело, что тогда с голливудской звездой, наверное, было сложно тебе. Или вы... Да нет, мы ходили в какие-то не очень дорогие рестораны. То есть, ты ее водил по... У тебя растет дочь. Да. Если она захочет как-то реализовываться и скажет тебе, пап, вот у меня другой путь, я хочу работать, зарабатывать, и у меня другая будет модель. Ну, это ее дело. Я же не говорю, что женщина не должна работать, столько сидеть дома и вышивать. Нет. Я говорю о другом. Наверное, все-таки должно как-то прислушиваться просто друг к другу. Дома она может высказать все, что угодно, вы договоритесь и сделайте совершенно по-другому. Но на людях всегда мужчина должен быть прав. Иначе, мне кажется, это немножко защемляет мужские достоинства. И я становится, а не я. Мужчина превращается в тряпку. А ты из тех мужчин, кто испытывает дискомфорт, когда его женщина выкладывает, например, фото в купальнике в Инстаграм? Ну, смотря в каком купальнике. Можно просто надеть такие, что как будто на этом фото купальника и нет. Понимаете, какая-то нитка-то, да, конечно? Ну, зачем? Ну, просто нужно объяснить на один единственный вопрос. Чтобы что? Ты выкладываешь это в фото, чтобы что? Ну, она тебе может сказать, я хочу получить восхищение от большого количества людей. Восхищение она должна получать только от меня, она моя женщина. То есть ты такой прям, да? Как у тебя с ревностью дела? Ну, когда мне человек не делает так, чтобы я заревновал, я не ревную вообще. Ревность, на самом деле, она выводится только с двух сторон. Она не может с одной стороны. Если человек дает понять, что ты на втором месте, тогда, конечно, я буду ревновать. Когда женщина явно заигрывает при тебе с другим, ну, естественно, я не буду сказать, да, ладно, заигрывай дальше, если что. Свободная. Ну, конечно, так не получится. А как ты даешь понять, что тебе дискомфортно? Ну, я объясняю, что так делать не надо. И все. А если она к тебе с похожей претензией? Скажет, Паш, мне что-то... Я себя так не веду. Ну, может, тебе кажется, что не ведешь, а как-то как-то... Нет, у меня не было ни одного такого. То есть тебя никогда не ревновали женщины? Я всегда даю понять, что вот это моя женщина, рядышком я никогда не это самое. То есть я не даю даже шанса, если рядом со мной моя женщина, да и просто даже если не рядом со мной она, я не даю шанса даже, чтобы она как-то себя неловко почувствовала. Я считаю, что это неправильно в отношениях семейных особенно. Как тебе кажется вообще вот эта ситуация с новой этикой? Мету, харассмент, феминизм и все, что с этим связано, насколько это приживется именно на российской почве? Ну, в Москве, может, и приживется на какой-то момент. Ну, а так чуть поодали, наверное, вряд ли. Но как бы там это не работает. Ну, тебе кажется, это скорее дань моде или все-таки вот назрели какие-то противоречия в обществе? Это же не просто так появилось. Изначально предпосылки-то были позитивные. Я думаю, что это идет от европейского больше сознания, не от российского. У нас такого никогда не было. Я там ездил в Германию, на встречу у меня едет абсолютно голый мужик, такой прям очень большой, голый мужик, едет на велосипеде и размахивает песюлькой. Ну, как бы... И все нормально к этому, одно из... Дальше прохожу и просто гуляли по Бюсселедорфу. Дальше, значит, люди в латексной одежде, она идет, значит, и мужик ведет мужика... Это какой-то фестиваль был? Нет, это просто обычный день для Бюсселедорфа. Мужика ведет на... Значит, в латексном тоже костюме, у него в попе хвост торчит, как бы. Вот они ходят так, она выгуливает его. Ну, у них это нормально. Никто даже внимания не обращает. Мы группой такие, а там, ну-ка, нормально. Ну, у всех есть свои позиции, я уважаю, что там происходит, ну-ка, и что здесь происходит. Ну, просто... Ну, я вот такой человек, мне это не очень нравится. У людей всех есть своя позиция. Сейчас же очень модно высказывать свою позицию. У всех она должна быть, наверное. А на что ты готов был пойти ради роли, а на что не готов? Например, если бы тебе предложили сыграть мужчину нетрадиционной ориентации... Нет. И в кадре надо было как-то... Нет, я против. Не то, что не смог. Я просто не понимаю, зачем. Ну, как бы, для чего, надо принялись на вопрос. Просто для чего. Ну, вот герой по сюжету нетрадиционной ориентации. Ну, я, к сожалению, я не готов. А поправиться ради роли там на 30 килограмм? Так я поправлялся и худел. На 30? Как Кристиан Бэйл? На 20 я похудел. 20, на 16 не помню. Худел для Девятаева. Я раскачивался на 15 в клетке. На самом деле вранье. Не поправился Кристиан на 30 килограмм. У него там живот предел. Он действительно поправился, но не на 30. Я думаю, килограмм на... Думаешь, все-таки это маркетинг? Ну, живот я видел, как ему делали. Латексный живот доделали, приделывали. Нормально у него там все. Это чудеса грима тоже, знаете ли. А потом еще можно это еще немножечко и подсвистеть на 30. Ну, надеюсь, наверное, поправился. А что касается постельных сцен. У тебя же были с Дашей Мельниковой. Какая там прямо у вас. Есть актеры, для кого это вообще расплюнуть такое сыграть? Это его органика, это ок. А для кого-то смерти подобно. Ты к какой категории относишься? Я не против, если это очень красиво сделано и искусно снято. И когда в этом есть какая-то доля, доля какого-то смысла. То есть не просто такая, потрахались, давайте с ними. Но когда есть смысл. Ну, когда художественная правда. Вымысел, да, в этом месте. Если это красиво снято, я не против. Потому что все равно в действительности только зрителям кажется, что это там какой-то эротизм. Там никакого эротизма. Всегда эти сцены всегда с юмором проходят. Господи, ну давайте. Ну, там такой творец, правда. Там не очень много это все. Там 3-4 человека, это режиссер, оператор. И вот, собственно, он говорит, все, больше все остальные уходят с площадки. Вы раздеваетесь, вам достаточно комфортно. Я постоянно стебу всегда своего партнера, чтобы ему тоже было немножко веселее, чтобы это все не было очень серьезно. Иначе она превращается в какой-то вообще ад. На самом деле, они не выглядят как постельные сцены. Ну, то есть для тебя постельная сцена, это не самое страшное, что есть в профессии. Тебе нормально, тебе это органично. Ну, да. Видишь, а ты говоришь, я не секс-символ. Вот я пока по всем показателям секс-символ. Нет, в зависимости от героя, которого я играю. А были у тебя те роли, за которые тебе не то чтобы стыдно, но лучше бы их не было? Мне вообще ни за что не стыдно, за что у меня было. Ни за роли, ни за жизненные ситуации, ни за одну. Вот вообще ни за что? Ни за что мне не стыдно. И ни разу в жизни не было, что ты думаешь, ну вот здесь я немножко перебрал, вот надо было немножко по-другому, там поспокойнее. Если это было, то не должно быть это стыдно, это твоя жизнь, в смысле стыдно. Ничего себе, чем жить стыдно? Нет, ни в коем случае. Значит, правильно все сделал. Значит, так и должно было быть. Но ты в одном из интервью говорил, что поскольку ты доминирующий очень по натуре, по своей, и поскольку ты вот хочешь, чтобы было и в отношениях, и вообще, чтобы вот так, как ты сказал, ты начал над собой работать, и был даже в терапии на эту тему. И мне показалось, что ты где-то понял, что это не всегда работало. Ну, что давно я был еще женат на первой жене, наверное. Ну, говорил ты об этом, да. Да, да, да. Ну, то есть сейчас над этим не работаешь. Не вижу смысла. Потому что я тогда над этим работал, потому что я был женат на первой жене, и там это было необходимо, той ситуации. Ну, а в этой... А в нынешних отношениях тебя принимают таким, какой ты есть. Мы сходимся по характеру. Вот, и мне не надо ничего менять в своей манере поведения, и все. Мы друг друга очень хорошо понимаем. У нас одинаковая ментальность, я так скажу, и воспитание. У нас одни жизненные ценности. Ну, раз уж мы об этом заговорили, учимся склонять имя Зипюр Брутян. Он не склоняется, Зипи. Зипюр, и все, не склоняется. Просто Зипюр. Язык мы ломали, выучили фамилию Муцениеце, и теперь учим Зипюр Брутян. Мне везет, да, именно. На момент, пока мы пишем это интервью, ты официально не женат. Но к моменту выхода интервью должна уже будет случиться свадьба. Ну, 25 августа у нас свадьба. Если первая свадьба у меня была такая тихая и спокойная, то вторую я решил... С размахом. ...жахнуть, так жахнуть, да. И чтобы это было красиво, и чтобы с белым платьем, с танцами, с плясками, с пением, со всеми делами, в красивом месте. То есть, и вот, да. То есть, будет прям свадьба-свадьба. А где будет? Ну, я не скажу. Но в России? В России, конечно. Давай немножко добавим огня этому интервью. Вы познакомились, когда ты еще был женат. Ну, да, да. Но у меня... Но отношения не сразу начались. Нет, конечно. Мелкая была совсем. Она еще сама по себе маленькая. Ну, маленькая, миниатюрная. Но я всегда смотрел на нее. И мне очень нравилось, как она ведет себя, как она ставит себя, как она ведет себя с мужчинами. То есть, ну, она очень... Ну, она никогда не даст к себе подойти, там, какому-то там что-то сделать не так, что-то как-то, ну, по-хамски с друг с другом. То есть, она себя очень правильно несет. Мне это так всегда нравилось. Ну, молодец какой. То есть, она скромная очень. Она прям... Да, о ней можно разговаривать часами, на самом деле. Вот. Я ее... Она снималась у меня вот в клетке в первой. Мы там как бы задружились, ну, общались, друг друга поздравляли с праздниками там, не более чем. Ну, тогда хотя бы мелькнула мысль у тебя, что она себе нравится? Ну, нет, она мне нравилась как по-человечески, очень, правда. Ну, я всегда... Ну, я думаю, блин, вот она была постарше, думаю, вот вообще, такая девчонка красивая. Да и я был на тот момент женат. У нас тогда, правда, уже были... Разногласия. Не очень хорошие отношения уже в семье. Но все равно я бы не это... Ну, неважно. И мы всегда как бы общались друг друга с праздниками поздравляли. И просто встретились в торговом центре случайно. И что-то зацепились глазами, поужинали, и через три дня я предложил пожелиться. Через три дня? Да. Ну, ты вообще такой скорый. Я, насколько знаю, Агате, ты тоже на первом свидании сделал предложение. Ну, не на первом свидании, а через месяц, по-моему. Месяц, три месяца, по-моему. Три месяца, да, мы уже жить начали вместе. Через три месяца Агате сделал предложение. А здесь через три дня? Да. А как так вот? Ну, мало ли, какая трансформация с человеком? Я прямо ее почувствовал, во-первых. Она выросла за то время, когда я ее знал. Она прям... Я не знаю, я настолько в ней понял, что это мой человек, и я в ней уверен, я даже нисколько-то не сомневался. То есть я... Три дня я как-то не очень поспал. Думаю, не, надо. Да. И через месяц мы расписались даже меньше. Эти три дня ты осознал, что у тебя прям влюбленность случилась. И у нее то же самое, абсолютно, как бы, такая, типа, все. Ну, как бы, два человека просто встретились, и такие, бум. В принципе, мне хотелось, чтобы Зипи была в статусе моей супруги. Как по-другому просто. Ну, и она воспитана так. Она, как бы, ну, как бы, либо встречаемся по-серьезному, либо, как бы, не надо. Ну, то есть, тут нет такой истории. У нее хорошее, правильное армянское воспитание. Как ты поступаешь, когда ты понимаешь, что влюблен, тебе же надо объясниться, было с Мирославой, получается? Зачем мне объяснять смыслу? А вы уже расстались к тому моменту? Ну, как бы, все, мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Как не говорили? Ну, это СМИ писали. Мира замечательный человек, она потрясающая девчонка, я ее знаю очень давно, и она мне очень помогла в свое время, и я ей помог мыть друг другу. на тот момент мы были нужны друг другу, как люди, которые нужны друг другу. Мы никогда не говорили, не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили разбомбить. Мне так жалко девчонку было, потому что она столько натерпелась, столько говна писали, столько всего, и, блин, честно говоря, это ужасно, насколько СМИ могут... А говорить что-то и оправдываться, я как бы не видел смысла. Нынешние отношения практически твоя семья. Все, это моя семья, все, уже все. Покажи, покажи еще раз. А кольца, кстати, где вы? Да они, это обычные кольца. Самые простые? Да. Ты этому не уделяешь большого внимания, значения не придаешь, там какой бренд. Ей я бы купил красивое такое, с большим камешком, вот, мне зачем, чем... Я их ломаю три раза в неделю, когда тягают они, железки всякие, чем мне их. Вы уже живете вместе? Да. Она очень круто ладит с мелкими, с моими. Очень круто. Потому что... То есть они нашли общий язык? Вообще поотрезающий, они ее обожают. Ну, это прям замечательно. Я рад, потому что она сама невысокого роста, Тимофей метр 60 ростом с нее, хотя я Тимофею 9 лет, но он очень большой. И они прям, ну, такие прям, друганы. Короче, он говорит, ими пойдем туда. Она еще тоже, она еще сама мелкая, потому что ей интересно и поиграть во что-то, и как бы... Ну, ей самой интересно. И побегать там, догонялки, короче, и все остальное. Еще детей хочешь? Да. Раньше не хотел. После первого брака больше никогда. Все, это будут мои первые, последние дети. Сейчас, встретив ее, я понял, хочу еще. Я вообще был жутко подавленный эти три года после развода. Это было у меня три года ада, честно говоря. Я посидел, ничего только не было. Это правда, что у тебя был сердечный приступ? Да там много что было в это время. Это было одно из, наверное, самых непростых времени на ничего. Мира, на самом деле, если бы не мира, я бы, наверное, не вытянул это время. Я ей очень благодарен. Она, правда, просто была тем человеком, который был в самые худшие там минуты моей жизни и помогал и словом, и делом, и что-то как-то там подсказывал. то есть я прям вообще мирка, вот такой человек. То есть вы с ней остались друзьями? Ну, конечно, что нам надо? Про вот это сложное время после развода. Вообще психологи говорят, что развод равносилен по уровню эмоций утрате близкого человека. Ну, это довольно серьезное потрясение всегда. В твоем случае оно еще сопровождалось многими публичными историями, которые тебя наверняка не делали более стабильным, так скажем. Почему ты никогда на эту тему не высказывался, ну, хотя бы, чтобы какие-то погасить пожары? Во-первых, я не смогу никогда сказать плохо о матери своих детей. Ну, никогда, ни в какой ситуации, неважно, что бы там ни происходило. Я считаю, это неправильным и некорректным. Во-вторых, перед кем мне было оправдываться? Перед, ну, желтой пресс или этими глупыми людьми, которые пытаются влезть в жизнь, значит, и написать свой комментарий. Ну, я не видел смысла перед ними оправдываться и что-то писать и все остальное. Потому что, как ты не напишешься, вон ты будешь неправ. В разводе, я считаю, виноват всегда оба. А то, что, ну, на меня так взяли и все это слили, очень здорово, ну, хорошо, я согласен, обливайте, пожалуйста, если это будет там ей лучше, так ей легче все это было переживать. ничего, я мужчина, я потерплю, ничего страшного, значит, так надо. Значит, ей было интереснее в этом направлении развиваться больше. Мне это было неинтересно, мне пиар, мне не нужен был и вообще никогда был не нужен особо. Я хотел, конечно, максимально, чтобы это все происходило в рамках, но это зашли за всякие рамки. Ну, ничего, у каждого своя история, каждый по-своему это видит и рассуждает. Ну, знаешь, вот есть много людей, которые сказали бы, несмотря на то, что сейчас, как ты видишь, наметился тренд того же Джонни Деппа, оправдали, реанимировали, да, там, ну, многие понимают, пара была зажигательная, чего там только не было. Где-то и он был хорош, безусловно, но были многие истории, где немножко, ну, перегнули палку с обвинениями в его сторону, но он выбрал тактику защищаться. Ты выбрал тактику совершенно другую, но в то же время, ну, люди разные. Есть те, кто встали на твою сторону, есть те, кто совершенно нет. Но многие скажут, дыма без огня не бывает. Ну, хоть что-то из того, что тогда было, ты воспринимал как то, что вот мне надо что-то в себе поменять. Мужчина всегда виноват, в любом случае, что-то не важно. Все, вот он. Здесь, ну, нужно понимать и сравнивать мужчину. То есть, ну, разные мужчины бывают, тоже. Есть, которые действительно сидят дома, бухают и бьют свою там, жену, детей и всех остальных. Ну, полна Россия таких мужиков, действительно. Я вот не уважаю вот эту вот историю абсолютно. Это не моя тема совсем. Сильно по-другому воспитан. Вот. здесь нужно воспринимать с кем, то есть, меня сопоставили вот с таким вот. Наверное, выгодно было на тот момент меня поставить так. Привыкли, что мужики во всем виноваты. Ну, сейчас вот с историей Джонни Деппа мы видим, что не всегда во всем виноваты мужчины. Бывает и женщины, да, во всем это виноваты. Нет, они там были оба хороши, Джонни, я про Джонни Деппа. Я мало следил Вашу ситуацию мы же знаем только со слов Агаты, поскольку ты не комментируешь, но и сейчас, я так понимаю, что ты не особо намерен это комментировать. Так я не буду, комментировать. Зачем это все? Она рассказала о своей истории. Ну, хорошо. Ну, я могу хотя бы резюмировать так. Ты хочешь дать понять, что не совсем все было так, как люди это восприняли. Я правильно понимаю? всегда виноваты оба. Никогда один человек не виноват в конфликте. Это, я скажу вам точно. А там, что было, это и было, я никогда не смогу сказать плохого и не скажу. А матери своих детей, я считаю, это неправильно и неверно. Поэтому я буду молчать. Сейчас Ваши отношения с Агатой? У нас отличные отношения. Она правильно себя ведет. Я наконец добилась того, чего она хотела. Она снимается в кино. Она мать двоих детей. Все у нее получилось. Я за нее искренне рад, что у нее все, что она хотела, все она смогла добиться. Она молодец, действительно. Вот. И у нас очень классные. Дед часто сейчас со мной, сейчас вот летом мы гоняли их в Турцию и сейчас там катаемся, сейчас они у меня в желудках покайфуем вообще. Дети счастливы. Главное, чтобы счастливы были дети. Дети счастливы. Я согласна с тобой, это правда. Если вы достигли вот этого консенсуса, значит, вы оба молодцы. Но как ты думаешь, за тебя порадуется сейчас твоя бывшая жена? Мне все равно, честно говоря, на ее мнение. Но ты счастлив сейчас? Я счастлив, это самое важное. Я счастлив, и детки счастливы. Вот в твоей жизни кто проявлял себя как достойный, настоящий человек? Не знаю, в моей жизни, честно говоря, столько некрасивых ситуаций, что очень много обманывали, очень много кидали и близкие, и друзья, и знакомые, и что только не было. Я в какой-то момент вообще разочаровался в людях. Я думаю, блин, буду больше со своими собаками общаться. Знаешь, как ни странно, я немного ударился в церковь, потому что в связи с определенными понятиями жизни и, наверное, те законы, которые написаны, не просто так написаны. Не убей, не укради, не подставь ближнего своего. Если их хоть минимально соблюдать, если хоть как-то прислушаться к тому, что есть у нас, можно как-то жить, наверное, и неплохо. И вдруг какие-то ценности появятся. Может быть. Кто в твоей жизни проявлял себя вот как человек к тебе отнесся по-настоящему? Знаешь, во всех ситуациях всегда был какой-то подвох все равно. Редко, когда находишь людей абсолютных, значит, абсолютно идеальных. всегда во всем есть какой-то подвох. Или, может, меня просто так жизнь покидала. Я довольно быстро занял какую-то нишу знаменитость. Там много работы было все время. Это очень много людей раздражает, честно. Ну, конечно, слушай, это зависть вообще базовая эмоция. зарабатывать какие-то деньги, ездить на других машинах, и все остальное. Меня никогда в жизни я не завидовал. Это серьезно. Я понимаю, что человек ездит на этой машине, когда я вижу какую-то крутую тачку. Я понимаю, ой, чтобы заработать на это, он прошел через очень многое. И я бы, возможно, не захотел стать на его место. Я так думаю. Надо всегда, прежде чем завидовать, надо понять, через что человек мог пройти, чтобы перейти к этому. А это непросто. Это очень непросто. Особенно в нынешнее время. А кто твоя поддержка главная? Сегодня и вообще? Сейчас моя жена. Это вообще я впервые в жизни встретил человека, который меня вот прям типа за меня порвет и мое все. И, ну, я в ней вообще нисколько не сомневаюсь, я дико рад, что ее так воспитали, что она прям типа вообще так сейчас подожди, это нет, все, ты идешь, сейчас так, ты настройся, ты должен это самое, ты сам никогда никогда в жизни у меня не было человека, кто бы мне настолько давал уверенность в себе. А мама? Как она? Родители нет? Мама нет, она очень много паникует. Может тебя сама в смуту войти, а я очень быстро подключаюсь, я такой, ой, да, ну, наверное, блин, не получится, это самое, нет, тут у меня четкая позиция, сделаешь, я в тебя знаю, я в тебя уверен, конечно, сделаю все. И любые преграды, на самом деле, женщина очень сильно влияет на мужчину. Женщина воспитывает мужчину, не мужчина, а женщина. Она его делает, лепит из него то, что она хочет в итоге, мудрая женщина, то, что она хочет в итоге, с чем она хочет в итоге жить. Можно запинать человека, заплевать его, и будет он вот ходить вот таким додиком всегда. А можно из мужчины сделать там такое вообще, что, думаю, господи, он начнет зарабатывать много, он начнет тебя носить на уках, он начнет вообще просыпаться с улыбкой и смотреть в мир совершенно другими глазами. Только женщина, все зависит от женщины. А что тебя больше всего мотивирует в жизни или кто? Детки, конечно. Детки, это моя подзарядка. Как только я понимаю, что я долго их не вижу, я прямо, у меня начинается все. Он такой, какой-то это, я с ними встречаюсь, мне хватает там пару часов, и все, батарейка заряжена. Я их замечательно воспитал, они воспитанные, нагненаглые, очень веселые, талантливые, обожаю. А какой ты папа? Ну, я довольно строгий на самом деле отец. Но в то же время мы с ними бесимся, и я превращаюсь в такого же ребенка. То есть у меня все по справедливости. Накосячил, значит, ну, как бы, будешь наказан. Все. Тут без вариантов. Я не знаю, что лучше меня не злить. Ну, ты больше отец старой закалки такой. Не по современным методикам, что детям можно все? Вообще нет. Детям не можно все, нельзя все. Как в смысле, этот ребенок, ну, вот он захотел наркотики попробовать, конечно, давай. От мелочей идет, невозможно. Ребенок это пластилин. Из того, что ты из него лепишь, то и вырастает. Не может вырасти, там, ну, из того, что ты не слепил. Как и по характеру, как и по человеку. И отпускать вот это, и говорить, что, типа, вот, захотел в носу поковырять, съешь козюльку. Типа, нет. Ну, надо их воспитывать. Абсолютная правда. А есть у тебя такая тема, что ты сам, вот, ну, недополучив от родителей, сам все-таки хочешь быть другим родителем, более поддерживающим, вдохновляющим своих детей? Есть такая история? Ну, не то, что недополучив, нет. У меня, я прекрасно понимаю те времена, и как было тяжело всем, надо было зарабатывать и работать. И тут, ну, я по собственному опыту и по собственным каким-то представлениям их воспитываю. То есть, ну, я прекрасно понимаю, как нужно и что нужно ребенку. Потому что у меня дети, ну, я вижу, что они у меня счастливы, они у меня, ну, просто расцветают, когда они со мной. Ну, и какие они делают успехи, и там, по тренировкам там тоже с Тимофеем. Я понимаю, как, где нужно поднадавить на него, а где нужно расслабить и сказать, что все хорошо. Все эти литературы, которые пишут псевдопсихологи, их можно сжать нахер, вот серьезно. Потому что это реально псевдопсихологи. Это люди с какой-то немножко, они, им бы самим бы за своими детьми бы посмотреть, вот серьезно. И это не надо читать. Монте-Сориа сдала в интернат своих детей. Это правда. Ну, частично, но не все. Мне, например, очень нравится Марина Мелия. Мне кажется, она очень грамотный специалист. Может быть. Очень важно, мне кажется, для понимания того, о чем мы говорим, тем более, что мы говорим о том, что ты все-таки придерживаешься консервативных ценностей, что новая этика, насколько я тебя поняла, поправь мне, если я не права, что это все-таки не совсем близкая тебе вся история. После того, что человек из очень простой семьи, из бедной семьи, так даже скажем, в 90-е переживает, как ты потом не развивайся и не перенимай какие-то там новомодные, так скажем, ценности, тенденции, все равно это из тебя до конца никуда не денется. Я тут недавно что-то видел в Ютубе кадры фестиваля сексуальных меньшинств. Честно говоря, это похоже было на вакханалию какой-то. По-моему, это где-то в Барселоне проходило. Есть такая картина «Страшный суд». Вот. Это было похоже на это. Я действительно на секундочку понял, что мы живем в это время. Ну вот смотри, я в чем-то тебя очень хорошо понимаю, но также наверняка у тебя есть друзья разные и разные ориентации. Сколько лет они жили вынуждены быть в суровых ограничениях. И тут в какой-то момент им сказали «Ребят, вот настало ваше время, вот вы можете себя проявлять как хотите». Жизнь не стоит на месте, что меняются социальные тренды, что мы все-таки не в средневековье живем. А с другой стороны, я понимаю и то, что любой радикализм, ведь изначально у новой этики вообще были благие намерения. Классная была история, что не надо шеймить людей, не надо над кем-то издеваться, надо всем дать права. Потом в какой-то момент любой радикализм, он опасен чем? Что перекос происходит, вот эта вот чаша весов, она может качнуться в другую сторону, и потом происходит то, о чем ты говоришь. А глобально, когда людям дают возможность жить нормальной жизнью, в этом изначально идея-то была неплохая. Я не против этого, пожалуйста, ну как бы все окей. Я против этого, когда видят мои дети, это же прям как с картины нарисовано, ну настолько все прям плохо, какие-то обкуренные, обдолбанные, они каких-то странных костюмов друг друга, значит, там трогают за разные места, все это происходит на улице, что-то как-то так, ну неважно, просто главное, пускай будет, главное, что меня не касалось, вот это самое важное, грубо говоря. Россия 90-х, у тебя детство прошло в Казахстане и потом вы переехали в Сибирь. Каким был вот этот мир 90-х? Тогда же вообще все по понятиям жили, так? Ну да, на плеере у меня, на кассетах у меня была группа Нирвана, вот Чаев, не Чаев вдвоем, а вот Чаев, группа Ноль, вот Чижи частенько и, конечно... Они спели мне песни о любви. Я такие мелкие был, я все это слушал, все говорили там, типа, вот смотри, Децл говорит, не, не, ребят, Децл, это фуфло, вот это настоящая песня. И, конечно, у меня были определенные жизненные ценности, которые там вкладывал брат, наверное, собственно, еще. И я был, да, достаточно таким гопником. Если бы я не уехал из Берцка, если бы я не уехал, наверное, я бы там и остался всю свою жизнь, работал где-нибудь на СТОшке там. И был бы я счастлив в этом, потому что с детства меня приучили, что чем бы ты ни занимался, будь счастлив и кайфуй от своей работы. Я бы кайфовал. Спасибо большое маме моей, которая отдавала меня во все, что угодно. хореография, вокал, скрипка, фортепиано. Папа отдал меня в бокс, я занимался. Мама отдала хореографию и все остальное. Поэтому у меня не было практически ни одного свободного часа. У меня каждый день подъем был в 6 утра и приходила я домой только в 9 после всех занятий. До 11 я имел право поиграть, но эти два часа я всегда их использовал по максимуму, чтобы нашалить так, чтобы уже не забылось. У тебя рано из жизни ушел отец. У тебя было 13 или 14? Уже не помню, да. Около 13. Как изменилась ваша жизнь? Ну, я точно помню этот момент, что прямо на похоронах ко мне подошел брат и говорит, ну, дальше ты за главного. У нас в доме две женщины, мама и сестра моя еще была. Потому что у брата уже была своя семья, у него там дети. Нужно было как-то работать, как-то крутиться. 14. Я сдал экстерном школу и поступил в театральное училище в Новосибирске. Параллельно учился, параллельно работал в клубе, в клубе, стриптиз-клубе. Никого не смущало, что тебе 14 лет? Ну, я выглядел как будто мне 18, нормально. Я сказал, что мне 18. Так как в Новосибирске особо актеру нигде не заработаешь. Потом Новосибирь стал маленьким, я уехал в Москву. У тебя вообще таким только не работало, и машины, мыло, и таксисты. Ну, машины в начале, в самом, это еще в Бердске. Когда я был мелким, у нас там был перекресток, я думаю, так, это хорошая идея. У меня бокам было два соседа, они были помладше меня, одному 7, другому 6. Я их под запрек, дал им тряпки и ведра, и все. Стояли, мыли, я подходил, забирал задачу. Потом мы все делили на жвачки, наверное. Первую шоколадку я так купил, помню, баунти. Вообще, для тебя 90-е было ужасное, суровое время, или все-таки у тебя больше теплых выставок? Классное время было, замечательное. Если к этому все вернется, я буду только рад. Люди следили за своим разговором. Ты хотел сказать за базаром. Вот. И знали, что как бы может прилететь и по зубам, если что. И поэтому все были очень как-то правильно разговаривали. Каждый человек, если тебе... Сейчас человек может писать всякое говно у тебя в Инстаграме под фотографиями и знаешь, что ему да, ничего за это не будет. Я сижу у себя там где-нибудь в Урюпинске и могу запросто написать какого-нибудь человека обматерить, обозвать, унизить и все остальное. Раньше ты вот так вот унизь. Пришли и поговорили. Я помню, что мы за честь пацанаку обозвали с нашего района. Мы ходили целым районом на стрелку мы ходили. Целым районом. Человек 200 на 200 из-за того, что там был какой-то конфликт. Конечно, люди боялись реально. Было прекрасное время. Было время возможностей тоже. Так или иначе. 90-е было время возможностей. Не всем в этом времени было комфортно. Какие-то разборки постоянно. Да и нормально было. Зато были какие-то понятия жизненные. Мне было очень комфортно. Было весело. Находить деньги, развиваться, зарабатывать на жизнь. Я рад, что я прошел такую школу. Ты потомственный боксер? У тебя папа был боксером? Это мне помогало в жизни очень. У нас в Бердске были либо спортсмены жили, либо наркоманы. Я выбрал первую. На самом деле было действительно очень популярное занятие для 90-х, потому что жизнь была борьба в прямом смысле слова. Сейчас то же самое. Все ушло в интернет. и появились двойные стандарты. Вот и все. Кстати, даже когда тебя мочат, конкретно так, не ввязываешься, потому что ты сам об этом говоришь. Ты такого олдскульного воспитания. Ты старорежимный, консервативный парень. Я за то, чтобы говорить людям в глаза нищим. А есть очень много, я знаю таких людей публичных, у которых такой безупречный имидж, их все обожают. Но я в реальности знаю немножко другую картину, но имидж у них потрясающий. Просто пиар работает великолепно. И, конечно, в эти времена такой условной осознанности бывает частенько, что в этом много очень такого неискреннего. Поэтому, с одной стороны, вроде бы тренды, они направлены на гуманизм, на то, чтобы людям помогать, а глобально еще и непонятно, где есть такое двойное дно и очень много лицемерия. Очень. Особенно в моей профессии так это просто 90%. Я поэтому не хожу ни на какие тусы, вот эти вот особо, как бы я стараюсь всегда обходить. Я не люблю. У меня друзей нет в моей профессии никого, с кем бы я прямо общался. Улыбаются в глаза, говорят совершенно другие вещи. Там это так и происходит. Про психологию боксера. Там же очень важен фокус, дисциплина. И еще очень важная история про реабилитацию после боя. Все-таки не каждый человек после такого, ты все-таки подвергся такой конкретной информационной атаке, ну не каждый после этого может восстановиться. Я уверена, что многие отвернулись от тебя, может быть, даже из каких-то знакомых. Друзья вновь, да. Отваливаются люди, но потом, когда ты снова на коне, ну они могут возвращаться. Там уже неизвестно, хочешь ты сам этого или нет, но они могут возвращаться. Я очень злопамятные. Серьезно? Да. Очень. Говорят, что в боксе делятся спортсмены на три типа. Это игрок, как Мухаммед Али, когда очень много экшена, когда он такой немножко шоумен, и от того, как он необычно может как-то себя проявить, какую-то тактику необычную выбрать, часто его победы зависят. Есть киллеры типа Тайсона, которые выигрывают нокаутами чаще всего. Есть третий тип трудяги, типа Рокки Марчано, который исключительно на технике, правилах. Ни один из этих трех типажей боксера не сильнее других. Порой невозможно предугадать, кто победит. Вот какой из этих типажей ближе тебе? В жизни или в спорте? И в жизни, и в спорте. Я думаю, Тайсон почему-то нокаутер. Я не очень любил длинные бои, меня прямо бесило. Мне хотелось как можно быстрее в первом раунде все закончить и все. Брутальная харизма это твоя скорее история. Удивительно, но именно киллеры, такие как Тайсон, жизнь оказывается наиболее сентиментальными людьми. Ну вот так это работает. Ты когда переехал в Москву, у тебя, как у наивного парня из Сибири, случилась такая история, что тебя сразу же обманули риэлторы? У меня все, кто только не мог, родственники и друзья, там какие-то меня говорят, слушай, ну это проблема вообще, тебе точно не надо туда ехать, тебя точно обманут. Смотри, нет, хорошо, тебе нужно взять газету у бабушки на Пушкинской, а там вот она дает газету, там у нее хорошее предложение, а в остальных все обманывают. Я думаю, хорошо, приехал, взял газету у бабушки на Пушкинской, и меня сразу обманули. это конечно смешно, просто надо читать то, что написано с мелким шрифтом, я вот не почитал. Я накопил деньги какие-то, чтобы снять квартиру, приехал в Москву, взял эту газету у бабушки, думаю, вот какой-то Эдельвейс, Элит, что-то строй, думаю, вроде красивая фирма. смотрю на Петровке 20, я думаю, о, так это же рядом с полицией, значит там точно не обманут. Прихожу туда, говорю, здравствуйте, можно ваши сертификаты посмотреть? Они говорят, конечно, я говорю, смотрю, этим глазом, что-то понимаю. Думаю, ясно, скажите, а у вас есть квартира? Значит, они говорят, есть, я всем сказал, что я ненадолго, я на неделю, я только, значит, наступительный, и все, поэтому мне нужна квартирка, так просто переночевать, и все, можно комнату. Они говорят, у вас есть квартира за эти деньги? Класс. По-моему, 15 тысяч рублей было, ну и давно это было. Но для тебя это были деньги? Очень большие деньги, я на них работал все лето, чтобы заработать их. Я отдал эти деньги, мне там осталось еще тысячи три, по-моему, я думаю, нормально, на Роллтон хватит. Вот. Они говорят, была пятница как раз, они говорят, ну здравствуйте, сейчас я почувствовал вкус метро во рту, сейчас сказал, была пятница. Они говорят, в метро встречаемся, в метро в восемь часов вечера, сегодня в середине метро станции Павелецкой. В центре зала. В центре зала. Я говорю, хорошо, я приезжаю, реально вкус метро аж почувствовал. Приезжаю туда, восемь часов, никого нет, я думаю, на 8.15 даже никого нет, думаю, 8.20 появится, нет никого. Я даваю туда звонить, они уже закрылись, собственно говоря, я прожидал там до 10, никто не приехал, я такой, ага, значит, все-таки... Кинули. Думаю, хорошо, что делать, думаю, ну у меня был чемоданчик вещей один, я пошел на Камегерский, потому что мне с утра надо было в Анхат типа поступать на вступительные, я пошел на Камегерский, и там заснул. На лавочке. Ну да. С утра, собственно говоря, вступительные были, что-то. Ничего, я какой-то такой уставший, злой. В субботу, воскресенье, естественно, они не работали. Где ты начинал? Ну, в Камегерском. В воскресенье я знакомлюсь с девчонкой какой-то, она говорит, ты что с Чебаданом ходишь, что ты квартире не оставишь? Я рассказываю историю, она говорит, да ты что, у меня мама уехала, хочешь, типа, у меня поживить там, ну, вообще я без проблем, я говорю, ты серьезно? Он говорит, да? Ну, ты вроде приятный. Я говорю, может, я какой-нибудь насильник, убийца, ничего тебе не страшного? Да нет, ты же читал, я вчера тебя видела, нормально читаешь, смешной парень. Она со мной была в пятерке. Смешной парень вообще, без проблем. Аня звали ее, как сейчас было. Я говорю, блин, спасибо тебе большое, вообще выручишь. И в понедельник я пришел в этот элит, это львей строй. Вот. И дал кому-то по лицу там. Да, с охранником мы зацепились, я что-то начал орать на нее, он начал тыкать автоматом, я ему стеганул, тот мне, прибежал второй, они меня выкинули, короче, из этого. Ну, они очень наглые были, типа, да я что-то пришел, валю отсюда. А деньги вернули? Нет. Я пошел в полицию, с этой, договором, мне говорят, ну, что ты, сколько отдал? Я говорю, 15 тысяч, о, фигня. Некоторые 15 тысяч долларов, говорят, дают, ничего страшного. Я говорю, в смысле, а ты что, с этим ничего не сделаешь? Нет, они тебя вернут, ну, через месяц, но ты же уезжаешь. Я говорю, ну да. Он говорит, ну, через месяц приезжай, заберешь. Вот у тебя было вот это чувство какой-то острой несправедливости? Очень было, конечно, поэтому и стеганул. Но тебя это не сломало, то есть ты из тех людей, кого такие вещи могут надломить, или ты наоборот начинаешь, вот нет, я тогда вам покажу, там, докажу. Мне было, ну, особо не остановить, как бы, если у меня есть план, то я иду к нему, неважно, что там случается. У меня был план, я хотел к Женовачу поступить вообще. Он приезжал с спектакля «Мальчики», он очень мне понравился спектакль. Я поэтому приехал в Москву, чтобы поступить к Женовачу. У меня был вот четкий план. Но что-то пошло не так. Меня забыли вписать, значит, в этот лист. Но я был, меня Женовач взял на конкурс, но меня забыли вписать. Я прошел, да. Мне уже только после конкурса позвонили там из режиссерского управления, там, ГИТИСа, и сказали, а почему вы не пришли, типа, на мной? Вы же были. Да нет, я не был. Да? Ну, значит, мы его забыли вписать. Я говорю, очень здорово. А я, меня забыли вписать, я пошел поступать в МХАТ и поступил к Сергею Райкину. Но все, что не делается, все делается к лучшему. Если бы я был уже на ночам, возможно, сейчас перед вами здесь бы не сидел, не рассказывал бы историю о своей интересной жизни. Ну, это правда. Спустя время вот ты смотришь на свою историю успеха. Ну, это большая история успеха все-таки. Ты совершил прям огромный рывок. ты стал одним из самых высокооплачиваемых, известных актеров нашей страны. Причем не прикладывая каких-то больших усилий для пиара. Потому что сейчас без пиара и маркетинга вообще довольно сложно как-то двигаться. Есть актеры, которые очень четко понимают, как в инфоповод подстроиться, что сказать, какие дать, какие-то, знаешь, правильные комментарии, чтобы на какое мероприятие правильно прийти. И ты в этом смысле немножко такой нелюдимый, угрюмый. Меня вообще все предупреждали, говорили, ой, у него такой сложный характер. Мне иногда помогает то, что я сама из понаехавших. И вот я это тоже помню те времена и свои какие-то комплексы. Вот этот твой имидж такой сложился. Это какая-то твоя защита от вот этого внешнего мира. Это же всегда про такие маски мы носим, когда мы пытаемся немножко себя уберечь. Во мне еще был кипел Новосибирск. Там все равно немножко по-другому люди живут, нежели чем здесь. Может быть, где-то с кем-то я был резок, за что, прошу прощения, наверное, оттуда все это пошло. Но так я не скажу, что я... Ну, я никому не целую попу особо, может быть, поэтому... Если бы ты говорил чуть-чуть иначе, то в этой актерской тусовке к тебе были бы более расположены. Ну, там чуть-чуть слукавил, там сказал, что захотели услышать. Ты же можешь это делать. Зачем мне это делать? У тебя бы там больше приняли. Да мне настолько плевать, что где-то меня принимают или не принимают. Я делаю свою работу, делаю ее хорошо и... Ну, делаю ее с удовольствием. Ну, подстраиваться под кого-то. Просто моя история. Зачем? Ну, как бы, если мне это не нравится, я говорю, мне это не нравится. Не вижу смысла просто самого себя обманывать и обманывать других. Ну, как бы... И так все настолько непонятно. вообще в этом мире непонятно. Что еще обманываться и быть обманутым не хочется, мне кажется. Мне приятнее, когда мне человек скажет правду. Типа, вот так, так и так. Вот тут, Паш, ты, конечно, налажал. Да. Вот так. Ну, я буду знать, потому что с этим самым... Вот у меня даже бесит режиссера очень сильный, который там боятся что-то сказать, бывает, что типа ну, блин, ну, это же привычный, типа, может быть, ну, блин, пожалуйста, ну, типа, надо говорить. Потому что, ну, меняется цензор, у тебя есть определенный... То есть в театре ты понимаешь четко, а здесь режиссер, например, он сидит один и видит то, что происходит. Только он может сказать тебе, и ты же... я ненавижу смотреть себя на экране, то есть я вот прям, ну, я не могу. У меня прям аж до дрожи бывает иногда. Единственный проект, который я с удовольствием смотрел, это вот «Мажор», реально, я его просто включил, такой... Это вот последний, который мы ждем. Типа, это круто, это прям... Ну, и то у меня... по-четному очень нравится на тебя смотреть на экране. Никита... Никита меня заставил посмотреть, типа, посмотри, типа, я... Я говорю, я не хочу смотреть, пожалуйста. Он говорит, нет, я хочу, чтобы ты его смотрел, режиссер. Я начал смотреть, такой, нифига, как ты... И вот ты вообще красавчик, прям, Никита вообще молодец. Вот, а иногда не хватает цензора какого-то правильного и в жизни, и в жизни, и в работе, чтобы тебе не врали глаза, потому что ты будешь... Чтобы ты не совершал ошибок, не повторял их, это важно. Главное, не уходить, не свернуть с той правильной линией. Очень важно. Был ли у тебя когда-нибудь серьезный разговор с самим собой? Вот, чтобы ты сел и подумал, так, я что-то делаю не так? Да. Был разговор у меня длиной в несколько месяцев, наверное, я сам с собой ежедневно, ежечасно разговаривал после определенных событий. Я сопоставлял факты, я прям выписывал на бумаге, думал, что я делаю не так, почему и как это можно для себя оправдать. Все, что не происходит, наверное, все к лучшему. Вот так я для себя решил. Спасибо тебе большое за разговор. Если коротко сформулировать три твоих главных правила жизни, что бы это было? Я стараюсь жить честно. Я очень стараюсь жить честно. Никого не обманывать. Жить по совести. По той совести, которая у меня еще с 90-х. Ну и беречь своих детей. Наверняка из тех людей, которые посмотрят это интервью, будут те, кто скажет, вот это я понимаю, это мужик, трушный, настоящий. Но будут и те, которые скажут, блин, он в каком-то средневековье застрял, что за установки, мир поменялся. Вот что бы ты сказал и тем, и другим? Мне плевать на ваше мнение, я бы сказал. Я считаю, что каждый может жить как хочет и выбирает для себя удобное жизненное пространство и жизненные правила. В этом и есть истинная толерантность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова